А у нас в студии появились наши гости, точнее Иван Лутов, главный специалист Крымской Республиканской Организации Всероссийское Общество Слепых. Доброе утро. Доброе утро. Мы надеемся, что это утро действительно у вас было добрым, несмотря на то, что пришлось так рано. Ничего, бывает. Ну и мы с Димой недавно говорили о трудоустройстве. Мы знаем, что уровень безработицы снизился в Крыму. Скажите, пожалуйста, а вот слепым сложно ли устроиться на работу? Или все-таки меняется ли ситуация для людей с ограниченными возможностями в Крыму? Ну, здесь, скажем так, можно делить эту проблему на две. Есть незрячие люди, которые получили высшее образование. Это юристы, экономисты, историки, филологи, психологи. То есть достаточно много у нас в обществе молодых людей, которые получили образование, хотели бы работать по специальности, массажисты. Но, к сожалению, по специальности трудоустроиться не могут. Это что касаемо наших людей с инвалидностью с высшим образованием. Но, к счастью, у нас в Крыму сохранилось три предприятия. Это симферопольское предприятие, симферопольское Крымпласт, Керченский Юг Интерпак и Ялтинское СТК, где могут трудоустроиться и получить работу наши инвалиды по зрению. Ну, я напоминаю, что сегодня день просто белой трости, как его еще называют, день слепых, правильно? И скажите, пожалуйста, вот по доступности окружающей среды. Мы знаем, что сейчас проводится много работ по благоустройству комфортной городской среды. Мы все чаще видим, допустим, желтые дорожки, которые должны помогать, допустим, полосы. Либо знаки на дорогах, которые тоже появляются для того, чтобы водители были осторожнее. А вот действительно ли, становится ли комфортнее жить в городах крымских? Ну, мы видим сейчас изменения, которые происходят в нашем городе. Это и, как вы сказали, обозначение желтой полосы. Особенно, это очень удобно, особенно в подземных переходах, когда... Давайте я за себя скажу, да, у меня всего лишь 0,03% зрения. И когда ты идешь один куда-то, и перед тобой желтая полоса, обозначающая, что сейчас будет ступенька вверх или вниз, это, конечно же, намного удобнее стало передвигаться по городу, чем это было там еще год-два назад. Точно так же наши направляющие, которые устанавливаются в центре, особенно перед светофорами. Единственное, чтобы они всегда были установлены правильно, а не вели в столб, как это иногда у нас бывает. Да, что? Да, конечно. Мы сделали с остановки и провели, помогли сесть на автобус. То есть в аэропорту есть такая? В аэропорту есть, на ЖД-вокзале было, когда еще поезда ходили. Но вы знаете, какая у нас доступность. Возьмем наш автовокзал Симферополь-Курортное, где, наверное, обычному человеку... Человеку неправда. ...сесть очень проблематично. А людям с инвалидностью это, конечно, очень тяжело. Но сейчас ведется в этом плане работа, и надеемся, что все будет нормально. Иван Жаннович, вот допустим, как в общественном транспорте вам передвигаться, когда вы понимаете, что ваша остановка вот с этим, с оповещением, все ли хорошо? Ну, все хорошо никогда не бывает. Ну, вот какие пожелания, может быть, да, какие-то замечания есть, и есть что подчеркнуть. Потому что вот в троллейбусах мы, например, слышим, да? В троллейбусах мы слышим. К сожалению, опять-таки, не всегда, но мы очень тесно тоже работаем. Здесь мы работаем с руководством троллейбусного парка. Вы видите, не только в троллейбусах, а и в новых маршрутках, которые... Тройка-30-е, вот которые появились, большие автобусы, там тоже работает озвучка. Но, к сожалению, работает не всегда. Я вот скажу за наш район Марина. Проезжаем гостиница «Москва», потом идут две остановки «Ялтинская турбаза Таврия», которые, если нет людей, водители могут не останавливаться. И если нет оповещения остановок, если оно не работает, отключено, потом очень тяжело сориентироваться и найти свою остановку. Ну и скажите, пожалуйста, может быть, сегодня будут проводиться какие-то мероприятия тоже, собираться? Знаете, у нас мероприятия проводятся не только сегодня. У нас, вы здесь сказали, что Белая Трость – это день слепого человека. Нет, вы немножечко путаете. Кстати, у нас сегодня день Белой Трости, 13 ноября у нас будет день слепого человека, и в декабре у нас будет день инвалидов. Поэтому у нас такая, знаете, в течение трех месяцев. А 1 октября еще был день пожилого человека. Поэтому у нас, скажем так, эти три месяца достаточно будут насыщены, и уже проводится работа. У нас, скажем так, в нашем обществе, наше общество слепых объединяет 10 местных организаций по всему Крыму. Вот в пятницу, субботу, воскресенье проходили соревнования шашечные, где принимало 18 участников со всего Крыма принимали участие. На прошлой неделе, четверг-пятница, проводились кулинарные соревнования, проходили в Белогорске и в Евпатории. То есть по всему полуострову, да, не только в Симферополе? Конечно, конечно же. Но я же говорю, у нас 10 организаций, и каждая организация проводит свои какие-то мероприятия. Мы проводим совместные мероприятия здесь, в Симферополе. Через неделю у нас будут соревнования по настольному теннису для незрячих, шоу-даун. Это будет даже чемпионат Крыма, будут участвовать спортсмены, незрячие спортсмены со всего Крыма. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях был Иван Лутов, главный специалист Крымской республиканской организации Всероссийское общество слепых.